В основном в центре прошел спортивный фестиваль по боевому искусству. В нем приняли участие около 150 юных приуральцев. С каждым годом количество участников только растет, и они показывают неплохие результаты на различных чемпионатах. О том, как развиваются боевые виды искусств в нашей области и какая работа проводится, чтобы заинтересовать мальчишек и девчонок заниматься спортом. Далее в сюжете. На этом спортивном фестивале были организованы показательные выступления именно по неолимпийским видам спорта. Здесь принимают участие те, кто в течение года представлял свой регион на соревнованиях и чемпионатах различного уровня. Фестиваль проходит по 8 видам спорта. Здесь участвуют около 150 детей. Как сами видите, настрой у них хороший, а цель фестиваля – широкая пропаганда этих видов спорта, которые входят в Ассоциацию боевых искусств Казахстана и популяризацию спорта среди детей. Организаторы отмечают, что интерес у молодого поколения к спорту растет, в том числе и к боевому искусству. В Казахстане работают 27 военно-спортивных клубов, федераций. В нашей области развито только 12 таких видов спорта. Занимаются ими около 2000 молодых спортсменов, которые показывают отличные результаты. Причем не только на соревнованиях местного масштаба, но и достойно выступают на мировых площадках. Например, десятиклассник Азамат Менгаир уже 5 лет занимается грэплингом. В этом году он стал чемпионом мира на соревнованиях в Испании. Мне очень нравится этот спорт. Он считается одним из самых безопасных. Я уже 5 лет занимаюсь грэплингом. Участвовал на чемпионате республики. Там одержал победу. Два раза на Кубке Казахстана был победителем и два раза становился чемпионом мира. Боевыми видами спорта также занимаются и девушки. Они ничем не уступают по показателям молодым парням. Айкор Кем Ихсанова также стала чемпионкой мира по грэплингу. Чемпионат проходил в Испании. Наша сборная заняла первое место. На высоком уровне все прошло. Соперники были сильные. Из Испании, Польши и других стран. Но мы тоже хорошо подготовились. И нам удалось стать победителями. Отличившиеся спортсмены в завершении фестиваля были награждены благодарственными письмами от имени Акима Уральска. Олег Великий, Рустам Ищанов, Армат Рахмеджанов, телеканал Агжаик.